всем добра с вами добрый данил и это очередной выпуск топа о новостях ярославского региона и города ярославля поздравляю всех с тем что прошло 8 марта мы смогли мужики выжить а женщины хорошо провести время в среднем как показывает опрос на моей странице было потрачено до 5000 рублей ну а хорошо это или плохо решать вам но мы с вами переходим к новостям хорошие новости в рыбинске 8 кварталов будут отремонтированы в историческом центре города и поэтому от улицы луначарского до соборной площади появятся новые фонари тротуарные плитки урны лавки асфальтовое покрытие тротуарные дорожки все это будет делать рыбинск намного красивее и приятнее для туристов кстати все любители пофотографировать будут рады и прыгать от восхищения так как множество проводов раскинутых воздушным путем будет убрано под землю как бы было бы хорошо если бы также сделали в ярославле а то фотографировать многие объекты но такое себе ну что ж вот и все таки появится наш долгожданный айти парк вместо заброшенной гостиницы чайка на которой многие проводились свои молодые годы это будет целый огромный комплекс состоящий из детских садов школ парковых зон торговых площадей но и конечно же рабочих пространств с двухуровневой парковкой планируется выделить на него три миллиарда рублей для того чтобы этот проект был закончен работать в новом айти парке будет более тысячи сотрудников и уже через пять лет этот проект рискует быть воплощенным это очень радует меня как жителей ярославской области что у нас появится современная компьютерная отрасль и айти решения но с точки зрения предпринимателей это меня безумно огорчает потому что цены на программистов которые даже не совсем хорошие качественные взлетит до небес немножко сюрреализма представьте себе что где-то в деревне угодище ростовского района есть дом этот дом треснул из трещины начали выползать змеи и вы думаете что же это такое данил а это реальные новости нашего ярославского региона но кроме этих интересных новостей порадовал голова местной администрации который на камеру некоторым региональным телевидением сказал что жителям этого дома следует разводить ежей чтобы те боролись со змеями и все у них было хорошо я вот думаю что этому главе может быть тоже нужно что-то бы разводить чтобы дома не трескали но мое мнение она вторичная а вот мнение прокуратуры будет уже серьезным дело в том что голове предложили более серьезно и рационально взяться за проблемы жителей а также решать их и не давать больше таких интересных и искрометных комментариев лично я надеюсь что прокуратура вместе с этим главой в течение ближайших лет немножечко посмеется 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 ну а у нас новый приезжий чиновник на этот раз сах будет возглавлять андрей егоров из архангельска но давайте с вами посмотрим на чистой воде какое прошлое у этого чиновника и у нас есть чистая вода но а теперь осталось за малым произнести заклинание ух и посмотреть какое же у него прошлое ой вижу мутное прошлое вижу что он будучи главой одного из районов допустил неправильную социально-экономическую политику и был за это уволен а теперь вернулся а теперь приехал к нам в наш любимый город ярославль посему вопрос неужели вам тоже нужны некие кружки предсказательницы для того чтобы искать людей без темного прошлого неужели у нас в ярославле мало людей которые могли бы возглавить сах к тому же я так думаю что сах это знание города знание проблем город и умение хорошо управлять в том числе социально-экономической сфере ну раз любим муть то как говорится прошу для вас водичка по дому жители района резинотехника вышли на стихийный митинг дело в том что они остались недовольны новым объединением больниц а именно 7 и 3 при так называемой оптимизации дело в том что на резинотехнике проживает множество пенсионеров и ездить на другой конец города к специалистам очень неудобно в рамках этого объединения и оптимизации по большому счету закрывается седьмая больница местные жители которые сами узнали про эту новость не получав информирование из источников и не присутствуя на каких-то публичных обсуждениях сильно возмутились этим фактом и дошло до того что приехал градоначальник наш мэр владимир волков который сказал что жители от этой оптимизации только выиграю и зря они сетуют на то что жить стало хуже но к сожалению жители поселка резинотехника и близлежащих территорий считают что эта оптимизация точно не сделает их жизнь лучше ну оно и понятно когда из двух учреждений появляется одно которое находится уже не так близко к дому это не может быть хорошо кроме случаев европейского опыта когда закупают многобиллиардное оборудование для того чтобы пациенты получали более качественные услуги но что-то я не видел покупки дорогостоящего оборудования в третьей больнице при закрытии и так называемой оптимизации седьмой больницы поэтому друзья не сбавляйте оборотов и стремитесь доказывать свои права и требовать от власти чтобы она исполняла ваши интересы вот такой топ у нас получился на этой неделе еще раз девушки поздравляю вас прошедшим 8 марта вы самые красивые очаровательные и нам так повезло что вы русские женщины рядом с нами ну а вдобавок вы еще и скорее всего ярославль поэтому прямо красотки ставьте лайки комментируйте пишите свои пожелания по поводу формата либо пожелание по поводу своих новостей ну а с вами был добрый даниил всем добра а